Невозможно не прийти на концерт такого уважаемого, талантливого человека, как Вячеслав Гридунов. Я лично его очень уважаю, долгие годы люблю его творчество и не раз была уже на его концертах. Давно его знаем как и композитора, и как человека. Очень нравится. И музыка, и как исполнение, и вообще настроение поднимает. Хочется, чтобы выходной был веселый. Впрочем, есть и те, кто познакомиться пришел. Тогда знакомьтесь. Заслуженный работник культуры Московской области, почетный гражданин города Ломня, композитор Вячеслав Гридунов. Подмосковье моё, купола золоченые, здесь моя радость, здесь моя грусть. Обручен с Подмосковьем, взращен на подвигах отцов, пьян творчеством, вдохновлен любовью и осенью. Потому что я родился осенью. Родились мои супруга, родились мои внуки. И все это вот в октябре, осенью. Творческая жизнь Вячеслава Гридунова началась более 50 лет назад, когда Вячеслав впервые взял в руки баян. Училище, институт, армия – все это присказка. Настоящая сказка ждала молодого человека в Лобне, куда он с молодой женой Галиной приехал жить в 1972 году. Работал в Луговой, руководил ансамблем «Сказка». Когда мы создавали творческие коллективы, потом период Дом народного творчества Московский областной, а потом «Чайка». «Чайка» с 90-го года, я здесь. Сегодня Дворец культуры «Чайка» является центром притяжения творческой Лобни. На базе Дворца культуры работает много творческих коллективов. Здесь же проводятся творческие вечера, концерты лобнинских артистов, поэтов, композиторов. Не стоит на месте и творческая жизнь самого Вячеслава Гридунова. Вы композитор больше, поэт или руководитель? Я вообще творческий человек. Поэтому во всем, во всем я вижу вот эту вот базис, это творчество. Потому что директор без творчества – это завхоз. Сегодня в творческом багаже Вячеслава Васильевича более 200 песен и музыкальных композиций, которые требуют своего слушателя. Потому что… Артист без концертов не артист. Творческий вечер Вячеслава Гридунова совпал с днем его рождения. В зале не было ни одного свободного места. А в Лобни, похоже, не осталось ни одного артиста, который бы не исполнял песни Вячеслава Васильевича. Широка география и поклонников его творчества. Так, песню «Беларусь» на стихи Анатолия Капустина, которую сегодня исполняет солист ансамбля песняры Михаил Долотов, уже признали и в самой Беларуси. В сентябре она прозвучала там на дне независимости и настолько пришлась по душе, что ее заказывали за вечер семь раз. Беларусь, ты моя Беларусь, в омут глаз я твоих окунусь, родниковой водою напьюсь. Ты навеки со мной, Беларусь. Мне и сердца не вырвать никак, прошлых лет в партизанских отдак. Я победой твоей угоржусь, Беларусь, ты моя Беларусь. Моя милая Родина, мой отеческий край. Запах спелой смородины, не смолкаемый край. Широка и ростольная моя радость и грусть. Ты всегда клепосольная, ты моя Беларусь. Песня «Сталинград» на музыку и стихи Вячеслава Грядунова в начале октября вернулась вместе с народным артистом России Виталием Алексеенко из Волгограда, где ее приняли с большим успехом. Сталинград, мы родной Сталинград, Твой бессмертный подвиг мы помним, Был приказ, ни шагу назад. Нас встали волки батальеи, Ты великий советский солдат, Он дал жизнь за любимый свой город. И для вас, для российских ребят, Дорог славный герой станет граммом. Другая песня «Героем Севастополя» на слова Юрия Целобенка в исполнении Ивана Корешкова два года назад заняла первое место на фестивале в Крыму. Там далеко, где заря над волной, Алым зальет беспокойный прибой. Там корабли покидали свой порт, Против врага выступали в поход. Песня «Кубань моя», слова и музыка Вячеслава Грядунова в исполнении ансамбля песни и танца казаков «Вольная станица» в Краснодаре на радиостанции «Казак-ФМ» целых три месяца занимала лидирующие позиции. Песня «Казак-ФМ» Песня «Казак-ФМ» Venezuela К hablée «Казак» Позвольте эти цветы, я адресую именно вам. Потому что, вот, на самом деле, вы знаете, вот, всегда очень горд за него мы, очень давние друзья, и он всегда по-отечески мне даёт какие-то творческие советы. Пр bible. Люблю его и уважаю. Спасибо вам большое. Раскатистое. Действительно по-царски исполняет царскую любовь на стихи Петра Черняева Владимир Губанов. Не хмурь надмен на бровь, серьезно я влюблю, и царскую любовь беру за эталон. Как хочешь, назови больной, а не больной, а так и лдой любви горит передо мной. Пусть на этом свете трудно, очень трудно жить с распахнутой, открытою душой. Хочу любить, хочу любимым быть, как царь, как Николай Второй. В том числе и благодаря дружбе с президентом благотворительного фонда Обелиск Андреем Тишковым, в этом году у Лобнинского бессмертного полка появился свой гимн с одноименным названием на музыку Вячеслава Грядунова и стихи Юрия Целобенка. Бессмертный полк, бессмертный полк по городу ведет, в руках подряды ратных лет и старый план несет. Бессмертный полк, бессмертный полк, как в прятерых строют, Тобор в Лобню защищал и Родину свою, и Родину свою. Хочу ему сказать огромное-огромное спасибо за его творческий и жизненный путь. Это человек, который заслуживает сегодня, это образец уже, образец, как надо жить, как надо творить, и сколько он сделал для города, и не случайно, он носит сегодня высокое, самое высокое звание, почетный гражданин города Лобния. Но я хочу сказать, что вы очень хороший человек, прежде всего. Вы позитивный человек, с вами комфортно, комфортно всем, поэтому вокруг вас собираются вот такие удивительные люди. Вот сегодня, смотря на вас, хочется сказать, можно я скажу? Ну, хор турецкого плачет, безусловно. Сотрудничество Вячеслава Васильевича и Елены Федоровой подарили много детских песен лобнинским детским коллективам. А тандем Вячеслава Грядунова и Галины Журкиной подарил всем лобницам бессмертный гимн города Лобня. Это очень важно, это очень нужно, завершать открытия каждый день и час. Это очень весело, это очень здорово, это очень важно, как хорошо, как хорошо, как хорошо, как хорошо, как хорошо, чтобы с тобой лучшие друзья. Но творческий человек не может стоять на месте. И в этот вечер прозвучали уже новые песни автора «Луна» на слова Елены Федоровой и «Руси березовые сны» на слова Бориса Логинова из «Набережных Челнов». Я не знаю, я не знаю, что со мной, Я опять опять рисую в крови твой. По золотаю, украшаю твой потреб Уже много лет. Я не в солечка в тебя не влюблена И, наверное, ей виной в спину луна Дарит мне она заветные слова Словно кружева В косичке теплых дней Ты заблела осознанье И я пришел к тебе Родная, до свидания Порла нашу белый струк Пришлось к тебе с чемою На саду, на рогу Поговорим с тобой Руси березовые сны Звонят мелодия мистерства Концерт получился грандиозным. Кроме самого именинника В нем приняли участие Почетный гражданин города Лобня Владимир Губанов Народный артист России Виталий Алексеенко Юрий Варенкин Александр Бакин Солист ансамбля песниры Михаил Долотов Артист театра и кино Андрей Сорока Кристина Коробкова Ансамбль песни и танца Вольная станица Солист Андрей Толстяков Казачий ансамбль Злата Братина и Иван Корешков Ансамбль Тынды Рынды и Алексей Лопасов Детский хор Серебряный родник Художественный руководитель Ирина Сероглазова Образцовый хореографический коллектив Сувенир Руководитель Светлана Благова И карнавал Руководитель Ольга Седова Театр танца Антре Руководители Зуля и Дмитрий Ширяевы Прозвучали песни на слова Почетного гражданина города Лобня Галины Журкиной Юрия Цоломенко Анатолия Капустина Анатолия Шушлова Евгении Титовой Елены Федоровой И все-таки Последнее слово Вячеслав Гридунов Оставил за собой И слово это Любимой жене С которой Вячеслав Васильевич Идет по жизни уже 48 лет Галине Итак, премьера песни Итак, Галина Ты красивая скажет поэт В твоем голосе сладкие краски Нашей тайной задумчивой церкви При любви очень нежные ласки Ты счастливая скажет поэт Мне тепло, если рядом родная Золотая листа много лет Синева чиста дорогая Галина, Галина Красная рябина Как по морю волны Как на небе звезды Сердцу не прикажешь Сердцу не прикажешь Про любви расскажешь Про любовь расскажешь Галина, Галина Красная рябина Красная рябина Сердцу не прикажешь Про любовь расскажешь Галина, Галина Красная рябина Вече с Мангаридунов А нас в целом приглашает авторов Бесел, которые сегодня звучали Почетный гражданин города Лонья Галина Жургина Золотое пиропопословие Анатолий Капустин, Андрей Тишков. Я благодарю моих замечательных авторов. Вы знаете, вот каждый человек из них – это личность. Хочу поблагодарить всех, во-первых, зрителей, своих лучших друзей. Спасибо огромное. Вы такие молодцы, что сегодня пришли. Потому что если бы вы сегодня не пришли, я не знаю, о чем мне делать. А мы знаем. Творите, Вячеслав Васильевич, и пусть все ваши творческие идеи обязательно прозвучат.